В дом семейного типа Новоснецова большая семья Петровских переехала полтора месяца назад. Несмотря на такой короткий срок, уют и атмосфера настоящего домашнего очага – первое, что ощущает гость, переступая порог дома. Такая же обстановка тепла и любви царит и в семье супругов Петровских – многодетных родителей, воспитывающих своего и пятеро приемных ребятишек, три девочки и два мальчика. С таким мужем можно решиться на все, смеется мама почетного семейства, отвечая на вопросы журналистов. Наша кредо жизненно – это делать, понимаете, это не сидеть на месте. Если есть возможность, значит, нужно делать. Если мы можем подарить детям семью, почему бы нет? Полтора месяца назад родители-воспитатели Петровские, Юлия Васильевна, Дмитрий Николаевич приступили к этой работе. Переход у нас был от одних родителей-воспитателей к другим около двух месяцев. Мы знакомили их заранее с детьми, чтобы дети болезненно это не восприняли. Но детям очень понравились новые родители-воспитатели, потому что это творческие люди, это люди, у которых есть стержень, есть цель. Юлия Васильевна – родитель воспитатель, она сама педагог по образованию, работала длительное время в школе, большой опыт, с трудными детьми. И творческая личность, и она тоже небезразлична к детям, она любит детей. Они растят своего ребенка, у них есть мальчик, 5 лет. Поэтому, конечно, я думаю, в этой семье все сложится. Поздравили с началом нового учебного года, а заодно и с новосельем. Семью Петровских приехал глава администрации Московского района Александр Рогачук, а также представители общественных объединений и организаций района. Теплые слова и напутствия, поздравления, цветы и, конечно, подарки. Гости пришли не с пустыми руками. Портфели, тетради, школьная форма и прочие канцелярские принадлежности, как нельзя кстати, пришлись к началу учебного года. Очень важно, чтобы постоянно вот эти дети чувствовали заботу. Заботу даже не столько органов власти, она должна быть опосредованная забота, а заботу общественности, заботу наших общественных организаций и так далее. Поэтому вот наш визит, это не столько визит главы администрации, как визит нашей Белой Руси, наших ветеранского актива, депутатского корпуса. И, конечно, визит не с пустыми руками, потому что есть спецификация этих домов, есть перечень оборудования, а есть еще и реальные потребности, связанные с особенностями деток. Это очень большое подспорье, потому что собрать сейчас детей в школу, это достаточно тяжело, а тем более достойно собрать. Это и школьная форма, и костюмы, и рюкзаки, и канцелярия. То есть мы, конечно, очень благодарны за эту акцию, ну и, конечно, ждем, наверное, эту поддержку и в следующем году. За чашкой чая хозяева дома почивали гостей тортом, приготовленным девочками, обсуждали насущные вопросы и, конечно, рассказывали о своих детях. «Мы не разделяем ребят на своих и чужих и любим всех одинаково», признаются Юлия и Дмитрий Петровские. После гостеприимного приема в своем интервью Александр Рогачук еще раз подчеркнул, что семья – это самое главное в жизни взрослого и ребенка. Чтобы дети, однажды лишившиеся родительской любви, вновь обрели ее благодаря теплу и заботе приемных родителей в доме семейного типа. «Мы планируем вот эти встречи по поводам сделать регулярными. Я очень хотел бы, чтобы в этом доме, в соседнем доме, было больше хороших, замечательных поводов. Что это будет? Окончание класса очередного, поступление в учебное заведение, просто какие-то семейные праздники. Мы всегда будем здесь, потому что это наша, прежде всего, человеческая, нравственная задача всех, вне зависимости чиновники, бизнесмены, депутаты. Это наша общая задача». Кстати, в скором времени в Московском районе появится еще один такой островок семейного тепла, который будет построен за средства областного бюджета. Продолжение следует...